В спортивном комплексе юбилейный состоялся открытый всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей на призы заслуженного мастера спорта СССР, абсолютного чемпиона мира по вольной борьбе Ахмеда Султан Алиевича Атавова. Впервые в Черкесск он приехал из Хасавюрта в октябре 1977 года, когда вместе с такими же талантливыми подростками попал в экспериментальную группу школы Олимпийского резерва. С тех пор вольная борьба стала неотъемлемой частью его жизни. Я прибыл в Черкесск 15 октября 1977 года. Я весил 68 килограмм и все, что остальное я набрал в городе Черкесске, все, что мне всего еще не дал, я получил в этом городе. Это моя вторая родина, я люблю жителей этого города, у меня много друзей, много хороших ребят, с кем я общаюсь. Я здесь в принципе живу, когда приезжаю, а в Москве, только в суете находишься в Москве. А в этом городе я люблю бывать, люблю жить, люблю проводить время с удовольствием. Дагестан и Ингушетия, Чеченская республика и Крачаева Черкесия, Краснодарский край и Республика Абхазия. Около 200 спортсменов из 8 регионов приехали на всероссийский турнир по вольной борьбе. Праздник спорта, организованный по инициативе известных спортсменов при поддержке парламентариев Крачаева Черкесии и меценатов, собрал не только 20 команд, состоящих из победителей и призеров первых с краев и областей Юга России. Здесь собрались ветераны вольной борьбы и настоящие поклонники этого вида спорта. Хорошую организацию турнира отметил судья международной категории, заслуженный тренер Российской Федерации и главный судья соревнований Камзат Аббасов. Организация очень хорошая, зал уютный. Я уже второй раз в этом зале, когда Миликеров и Юрий Якубовича проводили на призыву, тоже я был главным судья соревнований. Очень хорошая организация, очень большую работу сделал Эркенов Руслан, который организатор всего этого, меценат этих соревнований. Большое ему спасибо. Крепкие рукопожатия и дружеские объятия – неотъемлемая часть подобных встреч. Мастера спорта и чемпионы различных уровней порой не видятся годами. И спортивные турниры – лишний повод встретиться, пообщаться, обменяться новостями и, конечно, посмотреть на молодежь. То, что сегодня полный зал у людей, это говорит о том, что его уважают, любят, ценят. И в конце концов Ахмед шел к своей цели. Но был такой момент, когда все было под большим вопросом, у него была очень серьезная травма, двух рук. Его оперировали и шансов мало было, что он вернется в спорт. Ну, Юрий Акубович Меликеров, наш общий тренер, он не смирился с этим, договорился в Москве, там Миронов, там были очень всякие светилы. Ахмеда несколько раз оперировали. В итоге он вернулся в спорт и стал и чемпионом мира, и стал абсолютным чемпионом мира. И до сих пор мы дружим, общаемся. У него очень большой круг друзей. Он завсегда-то и всегда всех турниров в разных частях, можно сказать, нашей Родины. Приехало, во-первых, много друзей, и среди этих друзей, ну, наверное, с десяток чемпионов мира, Европы, обладателей Кубка мира, Советского Союза, много заслуженных тренеров СССР, России и просто друзей. То есть вот праздник получился. Быть не только коллегами по борцовскому ковру, но и добрыми друзьями для спортсменов дело обычное. Им немного за 60, а дружат они с тех пор, как впервые встретились в середине 70-х в экспериментальной группе Школы Олимпийского резерва, куда своих самых перспективных воспитанников привезли легендарные тренеры Аслан Сгоев, Салим Нуцелханов, а также Юрий Мелькеров. Наслужен тренер Советского Союза Линдешвили Дмитрий Георгиевич взял его под крыло, и он у него уже стал чемпионом мира, абсолютным чемпионом мира. Это заслуги Мелькеров, город Красоярск. Должен сказать, что у Атава очень нелегкий путь был в спорте. Он один раз вывихнул плечо, я и врач час вставляли это плечо, пытались. Очень тяжело было. У него мощные руки, а плечо надо бернуть вниз, чтобы она встала на место. Плечевая капсула очень сложная, сложные соединения там, куча связок, мышцы и так далее. Потом в конце концов я врачу говорю, хватит, мучает. И его, и нам давай новокоюную блокаду сделали, заморозили, короче говоря, и так вставили. После этого он восстановился, боролся, все нормально. А потом уже Красоярск у него опять выскочил, уже другое плечо. Он несколько операций перенес. После операции восстановился, стал термироваться и стал чемпионом Советского Союза. На удивление всем. Это только терпение и мужество. Честно говоря, редкий человек способен после таких тяжелых травм вернуться в спорт. Оба плеча оперированы. Вернулся! Вот такой знаменитый человек. Вообще проведение вот такого рода турниров, чествование ваших учеников, известных спортсменов республики, это становится уже таким привычным делом. Чего вы хотите добиться таким образом? Что вы хотите, может быть, молодежи показать, проводя такие турниры? Я просто хочу, чтобы эти люди по заслугам были оценены и, скажем, при жизни уже получили достойное уважение, такое внимание. При жизни. Не тогда, когда они умрут, но от памяти и так далее. Вот сейчас им это больше, наверное, приятнее и больше нужно, чем потом. Мастер спорта международного класса Амин Хатукаев и сегодня, спустя пять десятилетий, вспоминает тяжелейшие травмы, после которых Ахмед Атау в долгу восстанавливался, но все же выходил на борцовский ковер и восхищается его мужеством. Человек, который действительно на ковре совершил огромный подвиг. Для людей, которые понимают, что такое борьба, знают, что мы, каждый, что в своем весе бороться, ну, процентов девяносто, наверное, кто на ковер выходил, все весь гоняли. Не было таких людей. Представьте себе, что в своем весе бороться, люди семь, восемь, до девяти килограмм гоняют, до десяти, по-разному бывает. А Ахмед в абсолютке отборолся с человеком, который весил на 27 килограмм тяжелее себя. На сегодняшний день наш друг единственный абсолютный чемпион мира, который выиграл 100 килограмм, а потом выиграл тяжелый вес. Поэтому я считаю, что действительно через все, что прошел, огромный-огромный пласт он переворотил. И я думаю, что на сегодняшний день, конечно, понятное дело, что есть олимпийские чемпионы, двухкратные, трехкратные, один есть, двое вернее. Но я знаю олимпийских чемпионов, которые говорят, мы бы свою одну медаль олимпийскую поменяли на твою медаль. Да, потому что это уникально. Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва имени братьев Ирбайхановых в Касавьюрте славится своими воспитанниками. Старший тренер школы Асрудин Батаев привез бороться в Крачаево-Черкесию своих лучших спортсменов. Но, как говорит сам тренер, ковер покажет. Мне очень приятно быть на этом турнире. Это наш единственный абсолютный чемпион мира, заслуженный мастер спорта, честь которого проводят этот турнир. И такой хороший праздник получился, спортивный. Как вы свои силы оцениваете? Ну, будем бороться, ковер покажет, как говорится. Ковер покажет, у нас так говорят. Прославленные спортсмены, члены правительства и Народного собрания Крачаева-Черкесии, почетные гости приветствовали участников турнира. Поздравил спортсменов и пожелал победы в приветственном адресе и сенатор Крым Олеевич Казаноков. Крепкой спортивной дружбы и победы в состязаниях пожелал и прославленный чемпион, заслуженный мастер спорта Российской Федерации, трехкратный обладатель Кубка мира, депутат Народного собрания Крачаева-Черкесии, на Урус-Темриезов. Я сегодня хотел бы сказать, что много ребят, много поколений выросло на примере Ахмеда. У Ахмеда Савданалевича друзья и в нашей великой стране, и далеко за ее пределами. Сегодня мы видим дружбу народов, сегодня мы видим сплоченность народов, о том, что говорит наш президент Владимир Владимирович Кучин. И сегодня в нашей республике одна из важнейших приоритетных задач укрепления межнационального, межконфессионального согласия и мира. В течение двух дней боролись вольники за право обладать золотом, серебром и бронзой. В различных весовых категориях обладателями золотых медалей стали Ахмад Евзеев, Рамазан Гаджаев, Тимурлан Нахушев из Крачаева-Черкесии. Десять золотых медалей увезли домой спортсмены из Дагестана, а также Ибрагим Емшесов из Кабардино-Балкарии. В абсолютной категории золото взял муслим Байсултанов из Дагестана, серебро у Алиши Вхужева из Крачаева-Черкесии, бронзу поделили спортсмен из Крачаева-Черкесии Тимурлан Нахушев и Тимур Лукашев из команды Краснодарского края. Все это организовывается для детей и ради детей, чтобы они выросли здоровые поколения, умниками, чтобы были красавцами, и чтобы обязательно выглядели. Хочу, чтобы было все у них, и счастье, и здоровье, и долгие года. Это все делается для детей. Турнир окончен, но замечательную память оставили о себе именитые спортсмены, не один раз встававшие на почетный пьедестал. Зеленые красавицы украсили аллею парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Здесь появились именно тех, кого знают в мире большого спорта. Тех, кем по праву гордится Россия.